Турция впервые присоединилась к миссии НАТО для патрулирования неба над Румынией. В румынскую авиабазу «Борча» в четверг, 30 ноября, прибыли четыре турецких истребителя F-16. Они будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над югом Румынии, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Объединенные Воздушные Силы Североатлантического Союза, как отметили в НАТО, Турция впервые участвует в Румынии. Вместе с румынскими и немецкими самолетами Турция будет защищать воздушное пространство Альянса на Черноморском побережье и сдерживать потенциальные угрозы с воздуха, это развертывание является демонстрацией способности и решимости защищать наших людей и территории. Военно-воздушные силы НАТО остаются готовыми ответить на любую угрозу по любому направлению, сказал официальный представитель Альянса Дилан Уайт, по его словам, турецкие F-16 в рамках миссии НАТО будут действовать вместе с немецкими истребителями AeroFighter и французской системой ПВО наземного базирования MAMBA, развернутой на базе Капу Мидия. Ратификация Турции заявки на вступление Швеции в НАТО Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов рабочей партии Курдистана, РПК, которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой. Еще в конце октября президент Турции Реджеп Таип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, так и не одобривший ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билустрем недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический Альянс, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.